Добрый день, дорогие друзья! Планица на трамплине летальница. Огромная толпа народа не только на трибунах, но и вокруг трамплина. Сколько людей, сосчитать невозможно. Вот какие погодные условия сегодня. Ветер достаточно сдержанный. К сожалению, довольно пасмурно. Мартину Коху в такую погоду, например, очень не нравится выступать, даже если ветер не силен. Морозец легкий есть, и это хорошо. По крайней мере, скольжение сегодня солидное. Летальница, так теперь называется этот трамплин. После реконструкции он поменял название. Раньше назывался Великанка, и это нам было, конечно, ранее. Но, с другой стороны, это кузница рекордов еще в большей степени, чем это было до реконструкции. Нынешний рекорд мира 239 принадлежит Берну Айнару Руморену. И во время траил-раунда, то есть во время тренировки непосредственно уже перед соревнованиями, Берн Айнару Руморен опять оказался лучше всех с результатом за 230. И надеемся, что это сулит нам сегодня каскад достижений. Итак, телеканал Евроспорт России, режиссер трансляции Галла Фернандес и комментатор Сергей Курдюков приглашают вас на вот эту мощнейшую гору. На боковине которой располагается самый большой трамплин в мире, самый лучший из полетных трамплинов. И то, что он вот так лежит на горе, это очень здорово. За счет этого он все-таки прикрыт от ветра. Девятые ворота на старте первые попытки. Это более короткий разгон по сравнению с тем, что мы видели во время тренировки. И, собственно, из десятых ворот Берн Айнару Руморен прыгнул на 231,5 метр. Были попытки отправлять спортсменов на дистанцию, так сказать, и из одиннадцатых ворот. И, в частности, наши спортсмены тоже тренировались. Вот буквально за полчаса до этих событий тоже из одиннадцатых. Но потом Хофер все-таки испугался, что будут улетать слишком далеко. И последние несколько спортсменов прыгали из девятых. Неплохо, весьма неплохо. Бин и Зупан. Зупан-младший. Неплохо выступал в целом на континентальном кубке. Есть даже победы в нынешнем сезоне. Вы видите, под 200 метров. Это хуже, правда, чем в тренировке. В тренировке у него было 204. Но, с другой стороны, спортсмен из Треглова крайне. Ну, это базовый клуб, как вы знаете, наверное, расположенный здесь же. Бин и Зупан. До этого старта имел личный рекорд 195 метров. И это тоже в рамках нынешних соревнований, в рамках тренировочной и квалификационной попытки. Ну, то есть, вы видите, что все у него еще впервые сейчас. Рок Урбанс. И опять, опять буря восторгов на трибунах. 193 у него в тренировке, 192 личный рекорд. Не очень высокая, прямо скажем, средняя скорость. Точнее, скорость разгона. Но, тем не менее, на своем уровне примерно выступил. Чуть-чуть ближе. Чуть-чуть ближе. Пока удачный ветер. Легкий ветер встречного направления. И поэтому, даже при невысокой скорости разгона, спортсмены долго держатся в воздухе. Ну, в данном случае, что сказать про Урбальча? Он еще молодой спортсмен, всего-навсего 20 лет. И, конечно, при таком стечении народа, при таком количестве своих болельщиков, боковой. Вы знаете, вот так вот, судя по этим рекламным флагам, боковой ветер в большей степени, чем встречный. Лакнер, молодой австрийский спортсмен, только-только сейчас начинает выступать за сборную. Опять-таки, свой личный рекорд он не превосходит. Его личный рекорд, кстати говоря, был в Кульме, а не здесь. Во время чемпионата мира 202,5 он преодолел. Сейчас намного ближе. Естественно, все еще только начинается. И впереди, впереди колоссальные шоу в исполнении лучших прыгунов мира. Последняя двадцатка. Неплохо, кстати говоря, Эллен Олборн прыгал вчера еще во время квалификации. Сегодня, правда, ничем не удивил во время тренировки. Сто девяносто один с половиной, и намного это ближе его же рекорда, но личного но. Вы видите, что сейчас разогнался хорошо, и за счет этого, на фоне всех остальных, которые уже совершили прыжки, Аляскинец, профессиональный пилот, выглядел достаточно убедительно. Задача попасть в финальную попытку. Жесткий был отбор накануне в квалификации, потому что здесь не 50, а 40 стартующих. И увидите, на втором месте он, уступая Бинзупану. Нашел, нашел все-таки себе спонсора. Говорю, что личного спонсора никак найти не получается. Итак, первый из троих российских спортсменов. К сожалению, Ильдар Фадкулин, как раз из-за этой формулы, что не 50, а 40 проходит Ильдар Фадкулин, не попал в соревнование. Дмитрий Патов сумел зацепиться. Личный рекорд багаданского спортсмена 194,5 перед этими соревнованиями. Ну и не превосходит свое достижение. Ольга Штайрт. На сегодняшний день пока еще наш шеф-тренер. Как там дальше будет, окончательно будет решено уже после окончания нынешнего сезона. Вообще, предполагается очень большая миграция тренеров. Например, и поляки тоже ищут себя. Ну вот вы видите, трудно сказать, дает это ему надежды на продолжение соревнований или нет. У поляков, видимо, грядут смены от таких косметических. То есть Штефан Хорнгахер, который уже работает с молодыми поляками, может стать главным тренером. И вплоть до того, что могут позвать Лопестой или Каенковский даже. Разные слухи ходят. Васю Байца также. Ух, какая высоченная траектория у Шидаля. Ну, Шидаль вчера неплохо прыгал во время квала. И сегодня, вы видите, тоже имеет шансы продолжить борьбу. 193,5 из 11-х ворот во время тренировки. Так что, хотя он сокрушенно бьет себя по бедрам руками. Но что тут расстраиваться-то? Примерно такой же прыжок с гораздо более короткого разгона. Он показывает, что в воздухе его расположение было не таким, как надо. Но в то же время, согласитесь, что французы после невыразительного очень сезона выступают в финале Кубка мира. Весьма прилично. Давид Лацарони. 200 метров его личный рекорд. И этот рекорд установлен буквально только что. Во время предыдущей тренировки. С каждым новым прыжком молодой спортсмен из Франции все лучше. 20 лет ему всего-навсего. Тренируется постоянно в Куршевеле. Ну вот вы видите. Очень-очень спокойное ведение лыж. Очень близко к горе приземления траектория. Но тем не менее, все очень эффективно. И в этой компании он уступает только Зупану. Может прибавить еще и в аэродинамике. И вы видите, все-таки расположение тела в пространстве могло бы быть более выгодным. На второе место выходит Эммануэль Шидаль с хорошими перспективами выйти в финал. Штефан Хула. У Гулы 182 метра. Лучший результат был накануне. Он сумел протиснуться в следующий раунд соревнований. Еще 10 метров прибавил во время сегодняшней утренней тренировки. Очень высоко выходит. Ну вот, когда официальные соревнования прошли, пошли точнее, то пошло и закрепощение. Перестарался просто-напросто. Очень высоко вылетел и не рассчитал, не рассчитал свои усилия. Вальтер Хуаффер. Тепло ему, как и всем, в общем-то, здесь находящимся. По сравнению с тем, по крайней мере, что было там на севере, где проходила северная турне. Денис Корнилов. Кстати говоря, неплохо выступил в генеральной классификации северного турне, войдя в тридцатку сильнейших. Ну а что касается его личного рекорда. 218 с половиной. Хороший был разгон, очень активно работает сейчас. Молодец, молодец, молодец. Хорошо. Он в финале. Он в финале. Очень смелый прыгун. Нижегородец просто великолепно проходит свою попытку. Как там насчет техники? Сейчас посмотрим приземление. Лучше это, чем у Зупана, при той же дальности или хуже. Нечто похожее на Телемарк. 18 баллов. Молодцы судьи. И Корнилова выводят на первое место. Но он уже достаточно хорошо известен. Или, скажем, солиднее смотрится в мировом кубке, чем Зупан. Что тоже ему помогает в данном случае получать высокие оценки. Ариоли. 192. Был его результат перед сегодняшней тренировкой. 196,5. Изменился. Рекорд личный улучшился. Вы слышите, как здорово здесь болеют трибуны. Плюс еще он Украинская гора. Здесь недалеко, кто сюда приезжал, может быть, кататься на горных лыжах, представляет эту долину. И долина такова, что она акустически очень выгодная. И поэтому, когда здесь не бывает сильного ветра, то комментаторские слова и рев трибун разносятся на километры вокруг. Отражаются от окрестных гор. Такой хай-энд аппаратура получается гигантских размеров. 194,5 неплохо, но Корнилова он не подвигает. Лучше всех россиян во время тренировки. Сегодняшнее утро непривычно выступил Дмитрий Васильев. 205,5 было у него. Надеемся, еще добавит. А пока великолепная попытка в исполнении Томми Ингебритсена. Ну что тут с ним сделаешь, говорят поляки, мои коллеги, по ремеслу. Есть люди, которым просто богом дано улетать далеко, и которые чувствуют этот полет тоньше, чем все остальные. Томми Ингебритсен, при том, что текущие результаты в сезоне были далеки от стабильности. И, в общем-то, на Олимпиаду он поехал, что называют, по большому блату. Так, многие, по крайней мере, характеризовали его олимпийскую кампанию. И вот сейчас он замахивается даже, может быть, на призовое место. Это личный рекорд за 220-225 было во время тренировки, но разгон сократили, и все прыгают чуть-чуть похуже. Высоченная траектория. Ну и разгон был тоже неплохой. Тем не менее, у Яна Матуры те же самые проблемы, что были и накануне. На этом трамплине лучшие прыгают несколько иначе. Он там чуть поудоль готовится к прыжку своему Дмитрий Васильев. Ну а на крупном плане нам показывают Токоно Буакабе. Под 19-м номером стартует уфимский спортсмен. Вы его только что видели. Напутствуем его. Желаем ему хороших прыжков, просто качественных, хороших прыжков. Вы видите выгодный ветер. Такой ветер он любит. Ближайшая замена Форфанга. Форфанг выпал из первой сборной. Ну а Стэнс Руд в ней все крепче и крепче. 28,5 было у Стэнс Руда. Последние тренировочные попытки. Вот сейчас вы видите Дениса Корнилова. Он подвинуть все-таки не сумел. А лидером теперь стал и может быть и надолго Томми Ингебридсон. Метр 79. Рост норвежского спортсмена. 56 килограммов вес всего-то навсего. Нынешний сезон ничем не удивлял этот спортсмен в течение нынешнего сезона. На этапах Кубка мира не входил. В шестерку сильнейших даже ни разу. И сразу такой прорыв. Андрес Бардаль. Вы видите с весьма солидным личным рекордом. Победитель континентального кубка. В прошлом году свой рекорд покорил здесь, на этом трамплине. Поближе, но достаточно для того, чтобы квалифицироваться. А в принципе, как он выступал в эти дни, мы это взяли на заметку и сказали себе, что вряд ли Бардаль сумеет бороться за места даже и в шестерке сильнейших. А тут пока он даже второй. Конечно, его много раз превзойдут. Но, тем не менее, начало неплохое. Он должен быть доволен. Ерный Дамиан! Спортсмен из Любляны пользуется большой популярностью и на нашем форуме, который располагается по адресу форум.евроспорт.ру У нас есть даже такой своеобразный фан-клуб славянцев. Хорошо ведет очень лыжи, очень здорово держится. Хорошая попытка и окончание ее тоже было совсем неплохим. На выкате немножечко качнулся, но это несерьезная помарка. Здорово, здорово. Чуть-чуть-чуть бы может быть посвободнее. Впрочем, да, вот во время приземления, вы видите, несколько закрепощенно он действовал, но, тем не менее, у второй. Что ж, славянцы довольны. Ерный Дамиан их порадовал. Что касается Корнилова, то он отступил теперь на четвертую ступеньку Примош Петерка. Двукратный обладатель Кубка мира, победитель турне четырех трамплинов. Все лучшие достижения в девяностые годы. В двухтысячных только вместе с командой. Он выигрывал всерьез. Весьма и весьма популярная лично и здесь. И мы желаем вместе с толпой ему удачи. Ну, насколько это удачно. В район 190 метров приземлиться. Ну, вы видите, да, это безусловно не удача. В 97-м году, когда он здесь выступал, помнится, вот на него специально, на Примоша, приходили посмотреть 50 тысяч человек и больше. Трибуны были. Прикольно покрытый ковром плакатов в его поддержку. Юнос Иккунен. Совсем еще молодой спортсмен из Копио. Нет еще и 20 лет. Отличный рекорд 185,5. Вроде бы лишний в финале. Борется Юнос. Борется и уступает. Он не довитает даже до Каппоинта. До 185 метров и, соответственно, получает вычет по оценке за дальность. Из 60 баллов сейчас будут вычитать все недостающие метры. За каждый метр 1,2 очка. И вы видите, из 17 только 16-й его судьба решена в сегодняшнем турнире. Потрясающие, потрясающие, потрясающие трибуны. Но, кстати говоря, обратите внимание, что здесь публика тоже очень подготовленная. Вовремя стихает, потом вовремя начинает шуметь. В прошлом году Михаил Ноймайер улетел на 227,5. И это пока его личный рекорд. 210 было на тренировке тоже весьма неплохо. Но гораздо хуже так-то нормально. Да, конечно, он идет в финал, но гораздо хуже, если он планировал замахнуться на призовое место. Так и без побед выступила в этом году германская сборная. Очень серьезный анализ. И, кстати говоря, многие думающие журналисты призывают из Петера Роу Вайна все-таки не делать козла отпущения. Потому что он не мог совершать чудеса, учитывая, что были проблемы и на базовом уровне, и проблемы смены. Все это очень ощущается у них. У нас, конечно, тоже проблемы большие со вторым составом. Но в данном случае мы надеемся на другое. Мы надеемся, что первая команда выступит как надо. До 228 метров таков личный рекорд Дмитрия Васильева. И 205,5 у него сегодня утром. Неплохой разгон. Чуть-чуть лишь медленнее, чем у Корнилова. Во вторую попытку Васильев идет. Но вы видите, что ряд досадных мелочей помешал ему. Ветер ощущался боковой, мне кажется, потому что пришлось ему поводить плечами. Стабилизируя полет. И почти две сотни. Ну а тут, тут немножко поскользнулся. И в результате 17,5. Но это вполне нормально. В данном случае может быть тоже вот тот ажиотаж, который царит сейчас на трибунах. Ему не помог, а помешал. Надеемся, что он будет устойчивее с психологической точки зрения. Потому что на Олимпиаде это его тоже сдержало. Дайкиито 222,5. Его лучший результат тоже на этом же трамплине. И очень неплохая попытка. Далека от его личного рекорда. Но, тем не менее, в район двухсот метров он приземляется. Очень-очень четко совершает посадку. 202,5 вы видите. Интересно, что в его школе, в прыжковой школе, его называли гением. Это уже просто прицепилось к нему. Как прозвище, весьма, согласитесь, лестное прозвище. С одной стороны, с другой стороны. Может быть, из некоторой иронии. Хотя, что тут говорить. Он очень рано вырвался среди своих. По крайней мере, здорово всегда был. Роберт Кранец. И вы слышите эту волну криков. 223. Личный рекорд. Ему вполне его хватило, чтобы перехватить лидерство. И он делает это. Ну, может быть, чуть-чуть ближе, чем 220. Но за 215. Вторая красная линия проведена именно там. Мощность трамплина. Эл-Сайз. 215 метров. 219 с половиной. Результат Кранеца. Вот вам. И ответ, почему Кранец отсутствовал на нескольких этапах Кубка мира. Почему уходил в тень. Он здесь тренировался и тренировался. Шлифовал технику. И обретал уверенность. Обретал смелость. Необходимую, конечно, для таких сверхдалеких прыжков. Супер. Просто супер. Кранец выходит на первое место. Хотя мы знаем, конечно, что грозные норвежцы, показавшие в тренировке результаты за 220. Безусловно, могут его разочаровать, но на сегодняшний день, на данный момент, он все-таки великолепен. Мартин Кох не любит пасмурное небо. И вот вы видите, как по заказу к его попытке тучи разошлись. Ой-ой-ой. Вы видели, как его подхватил ветер. Но какая же воля. Какая смелость спортсмена. Вы понимаете, вы помните, это, конечно, по Кобелеву. Вот в этой же высшей точке этого же трамплина он сорвался тогда в свой роковой день. И, к счастью, выжил и вернулся в спорт. И мы все время об этом вспоминаем. Калужанин совершил спортивный подвиг. И он после этого очень был популярен в рядах зарубежных специалистов. Испугался, испугался тренер Александр Пойнтнер. Высокие оценки судей лишь чуть-чуть сняли полбала. За вот эту болтанку. Потому что понимали прекрасно, что не все зависело от спортсмена. Многое зависело и от погоды. Но каков кох. Военнослужащий один из немногих, кстати говоря, военных спортсменов. В сборной Австрии. Так что, как солдат, как говорится, должен выстоять. Нори Касаи побеждал здесь в свое время. Личный рекорд 215 в 2004 году установлен. Да. Проблемы дальности опять прорезались. Рисунок прыжка хороший, техника отличная. Сколько раз мы об этом говорили в его бесплодные годы. Неудачные. Тами Киуру готовится к прыжку. 221,5 у Тами Киуру рекорд во время соревнований 2004 года. Что касается тренировки, 200 ровно. Из 11-х ворот вроде непонятная ситуация. На счет финнов Арипека Никола планирует стать старшим тренером одной из элитных сборных. Пока неизвестно какой. С поляками тоже вел разговоры. Известный специалист, известный спортсмен. Ну, так себе с точки зрения Киуру. Лахтениц, конечно, способен на большее здесь. Киуру прилично выступил у себя. Попал в десятку сильнейших. На соревнованиях в Финляндии. Ну, а лучшим результатом в нынешнем сезоне стал прыжок за Копана, когда он даже вошел в тройку сильнейших. Достаточно много пропускал. Отправляли его дотренировываться. То, в принципе, сезон у Киуру можем считать все-таки проходной. Ну, что же. Небольшая, видимо, информпауза. Ян Ахонен ничем не удивил, к сожалению, во время тренировки. Там же и Йокен, там же и Моргенштерн. Все претенденты. У Георгыш Пета отличная была попытка в свое время. Его личный рекорд впечатляет 225 метров. Это было в Кланице в 2004 году. С таким рекордом он входил даже в тройку сильнейших во время тех соревнований. Но получше, получше сейчас, согласитесь. Он занял позицию в пространстве. Постарался, по крайней мере, добавить аэродинамики. Додавить лыжи корпусом. 197 метров на сегодняшний день для него это неплохо. Предварительные какие прикидки. Ведь у нас еще все-таки продолжается борьба за большой хрустальный глобус. Янда выигрывает менее 200 очков у Яны Ахонана. Янда уступил сегодня так же, как и во время квалификации. Уступил и во время последней тренировки. Вот вы видите, российских спортсменов потеснили. Корнилов находится на седьмой позиции. Надеемся, что прибавит во второй попытке и извлечет нужный урок. Из того, как отпрыгал сейчас, хотя все прекрасно понимают, что, конечно, у славянцев гигантские возможности для того, чтобы работать на этом гигантском трамплине. Уж извините за тавтологию. Австрийцы также имеют доступ к гигантскому трамплину. Ну, а Роберт становится мгновенно тем, кем он и был на протяжении очень долгого времени. Звездой команды, главной надеждой команды. Спортсменом, который попадает на подиум. И в этом году он уже попадал, но потом такой гигантский спорт все-таки в середине зимы. И как не кстати, потому что как раз перед Олимпиадой. Симон Аман, очень неплохо, 219 сегодня во время тренировки. Олимпионик 2002 года, безусловно, очень перспективен. Он пошел, пошел в гору и, может быть, в следующем году он будет вообще суперзвезда. Отличное отталкивание. При том, что скорость была, ну, совсем никуда. И вы видите, тем не менее, прыжок просто великолепный. Во всех фазах, за исключением торможения, за исключением выката. Где вообще такое впечатление, что есть невыгодное искривление. Хотя, по идее, конечно, гора приземления и контур-уклон, и радиус. Все это должно быть очень четко выведено. На Холминколинском трамплине начинаются сейчас работы по подготовке сначала. Новые горы приземления, изменение профиля будет. Башня будет оставаться прежняя. В общем, поэтапная реконструкция, и будут еще соревнования проводиться. Даже кубковые соревнования в следующем году пройдут там же, на знаменитом Холминколинском трамплине. Потом башня будет полностью перестроена. В общем, идея снести трамплин под корень и построить нечто другое по соседству. Эта идея все-таки не прошла. Отличная, отличная попытка Янны Аппонена. 205,5 его личный рекорд, который был установлен буквально на днях. 211,5 сейчас. И для Аппонена это прорыв. Хотя нет, тренировки было еще дальше. 213 было во время тренировки. Вот в эти дни он улучшает и улучшает свои результаты. Он открывает себя. В этом упражнении не было богатых возможностей. Отличная техника, вы видите. И вполне заслуженные 19 баллов от итальянца и от славянца. Но положено две оценки. Одну самую низкую, одну самую высокую убрать. Поэтому вычеркнуты. Токанобу Акабе 217,5. В этом году он улучшает свое личное достижение. Вчера он это сделал. Сегодня во время тренировки тоже улетел за 200. И сторожил Кубка Мира. Уверенно идет финал. Хотя, в общем-то, достижение промежуточное, конечно. И хотелось бы побороться за призовое место. У Токанобу Акабе все-таки самые золотые годы. Это 90-е. Мы когда... Расстроенно говорили о том, что его... Ну, вот вы видите, за 200 тоже прыжок. Что его товарищ по команде Масахика Харада прекращает выступление. К сожалению, 37-летний Масахик Харада вспомнили, что он с 86-го года прыгал. 20-летняя карьера в больших прыжках. Это удивительное, уникальное достижение, конечно. 98-й год стал для него лучшим. Ну, а Ларса Бюстеля лучший год. Это 2006-й. Несмотря на то, что уже зрелый прыгун, раскрылся именно в таком возрасте. Нормально. Следующие попытки. Но что касается его предварительного результата сегодняшнего утреннего, то он никоим образом не впечатлял. 193 метра всего-навсего было у него. В общем, держится пока рекорд. Личный рекорд 216,5, установленный в предыдущем году. В финале Кубка Мира. Тем не менее, олимпийский чемпион, конечно, счастлив уже и тем, что добился в этом году. Андрей Витальцем из клуба 230. И согласитесь, это достижение потрясающее. Призер чемпионата мира по полетам на лыжах с трамплина. Весьма солидно смотрелся он в предыдущий день. Но вот в зоне приземления вы видели попутный ветерок, который капитану команды Австрии, естественно, не помогает. Хотя и не силен ветер, и судья старается все-таки просто подобрать момент, когда нужно прыгнуть для того, чтобы показать тот результат, на который действительно способен великий австрийский спортсмен. Победитель турне четырех трамплинов и многое-многое другое. Обладатель национального кубка в этом году, кстати говоря, наши завершили в нацкубке десятыми соревнования этого сезона. Пошел очень хороший момент. Молодец судья. Надеемся, что не изменилась ветровая обстановка к этому мгновению. К этому мгновению. Новая техника Андреаса Ведоицеля приносит ему успехи периодически, но все-таки прижал, прижал его ветерок перед самым приземлением. Олимпийский чемпион этого года в командных соревнованиях. Про Джилатто австрийцы были просто великолепны. На первых ролях они вернулись после неудачи 2002 года и подтвердили свой высочайший класс. Но мы знаем, мы знаем, что Ведоицель умеет добавить во второй попытке и еще пока никаких выводов не делаем. Масса. Матихау Томяки. Один из победителей здесь и, кроме того, один из трех лучших по дальности в истории прыгунов. 235,5 метров. Вот его лучшее достижение в карьере. Настоящий полетчик, но, к сожалению, сегодня не в самой лучшей форме пребывающий. На фоне большинства выглядит неплохо. На фоне Ахонена при его нынешней готовности вообще замечательно. Хотя, с другой стороны, Ахонен начал постепенно прибавлять. 202,5 у него все-таки было сегодня утром. У финнов шесть побед здесь. Матихау Томяки взял две из них. Очень близок был к победе в прошлом году Ияны Ахонена, но практически упал во время исполнения попытки. Попытка была не засчитана. Учитана как качественная, хотя и 240. Но, кстати говоря, говорит он, что 250 здесь будет когда-нибудь. Показано даже на этом профиле без реконструкции. Адам Малыш. 225 был лучший его результат. И тогда это был рекорд мира. Победитель Холмин-Колинских игр стремится добавить. Шестерки лучших утром сегодня был миниатюрный поляк. И все в порядке сейчас тоже. Когда вот так дышат у него лыжи, плавают в воздухе. Это показатель того, что он далеко улетит. Не то, чтобы он ими махал как крыльями, но тем не менее, такой вот, такая вот примета народная. 216,5 на 6,5 метров дальше, чем примерно за 40 минут до этих соревнований. И трехкратный обладатель Большого Хрустального Глобуса претендует на призовое место. Судьба Хайнса Кутина непонятная совершенно. И поэтому каждое удачное выступление его подопечного, это здорово. 19 баллов. Судьи начинают ставить высокие оценки Малышу. По возвращающейся снова хорошей привычке. И, наверное, Ржу Моррен. Рекордсмен мира. С результатом 231,5 завершил сегодняшнюю утреннюю тренировку. Назревала сенсация. Вы видите, великолепно готовы лыжи. Убьер на Ржу Моррена. Но техника всегда в порядке. И он дальше, дальше, 220. Первый спортсмен, который перелетел сегодня отметку 220 метров. Ну и что же, может быть, все-таки 224. Великолепный кроссмейстерский результат. Абсолютно лучший. Со значительным преимуществом рекордсмен мира выходит вперед. Весь сезон он шел к этому достижению. Было три пика в этом сезоне. Чемпионат мира по полетам на лыжах. Затем Олимпиада. И финал в любимой планнице. Не все получалось, как было расписано. Ремика Каенковский. Соавтор всех великих успехов норвежской сборной. 19,5 вполне заслуженно. Никак не меньше. Очень смелый спортсмен. Отличный горнолыжник. Бордер на скейтборде и на сноуборде великолепно катается. Берн Айнер Руморен. Ну и гольфист, в общем-то, как и все. Кстати говоря, норвежцы, как и большинство вообще спортсменов с севера. Галюрман. 226,5 неплохое достижение в прошлом году. Правда, так и остается его личным рекордом. И очень неплохая попытка. Думал, уже было идти на посадку. Но почувствовал, что воздух держишь. Что есть некое дуновение, может быть, динамиков. Но он этим воспользовался и улетел таки за 205. Вот начал уже было просаживаться. Но потом, потом все-таки вытянул прыжок. Спортсмен очень опытный, высочайшего уровня. 208 было у него в тренировке. Уже тогда было видно, что Ури будет бороться за десятку. И сейчас тоже, вы видите, обосновался в числе 10 лучших. Шмидт не отобрался на эти соревнования. Многие спрашивали на нашем форуме, куда он делся. Ну, никуда далеко не делся. Квалификацию не прошел. Тем не менее, будет работать и будет пытаться в межсезонье добиться результата. Уходить не собирается все-таки. Андреас Каффлер, вице-чемпион Олимпийских игр. Всего 204. Его личный рекорд. Но он еще молод. И вы видите, что рекорды свои обновляет у нас на глазах. Рассчитывает еще лет 12 продержаться в больших прыжках. Надеется допрыгать до довольно солидного по прыжковым меркам возраста. И за 30 продолжать соревнования хотел бы. Этот рекорд он не побил свой, но, по крайней мере, в числе сильнейших закрепился. У нас все. Какое смешение и стили. Рор Юкельсой, двукратный чемпион мира в полетах с гигантского трамплина 2004 год и 2006 принесли ему это золото. Семь лет он шел большим успехом. Прямо, долго. Был середнячком, и на него особенно никто не обращал внимания. Но стал суперспортсменом. Классный прыжок. Сейчас вы видите, куда дальше. И Рор Юкельсой имеет шансы сегодня подняться на пьедестал почета. Так что еще один записной фаворит показывает практически то, чего мы ожидали. Высоковато взобрался, показывает он рукой. Жест красноречивый. Томас Моргенштерн. Морги только собирает призовые в этом году. Выиграл северное турне с дополнительными призовыми деньгами. 108 тысяч заработал исключительно призами, не считая олимпийских премий и прочего. Ух, как высоко, но скорость великолепная. Посмотрите, идет очень активно. За 215, где-то 216 метров. 213,5 было сегодня утром. Ну, кстати говоря, сейчас по-прежнему утро. Очень хорошие должны быть оценки за стиль. Но посмотрим еще раз, что там с приземлением у него. Чуть-чуть, чуть-чуть непараллельные лыжи. Зато телемарк. Ну, и здесь покачнулся. Нестабильность полбалла примерно стоит. 19 баллов. Ну, судьи достаточно оптимистичные. Обычно ставят 18,5. Но попытка в целом в воздушной фазе была очень красивой. Наконец-то заполнились трибуны, потому что многие толпились при входе здесь. Кто-то просто не попал на трибуны. И очень много таких просто стоят на стоянке, издали. Кто в бинокль, кто на большой экран пытается смотреть. Анди Кютель. Кютель не сумел все-таки выиграть северное турне, хотя шел очень здорово. Остался вице-победителем. Идет на лучшее достижение в своей карьере. В тройку сильнейших попадает в общем зачете Кубка Мира. И сделана серьезная заявка на то, чтобы спасти очки. 908 очков у него сейчас у Кютеля. 974 у Яна Ахонана. Ахонан не может быть спокоен. Второе место ему еще не гарантировано. С другой стороны, то второе, что третье. Для Ахонана сейчас это должно быть непринципиально, потому что этот человек приводит выигрывать. Общий зачет Кубка. Достойно, достойно. Ну что ж, очень высокие оценки за стиль. Великолепный полетчик, любящий выступать на гигантских трамплинах Кютель. Держится на вдохновении, и получается это неплохо. Яна Ахонан. Ну что ж, 150 метров, это когда-нибудь в будущем, наверное. 250. Сегодня задача хотя бы выстоять под натиском Кютеля. Получается, неплохо. Прибавляет Яна, обретает свою прежнюю форму на гигантском трамплине. На тренировке он был лишь 17-м. С результатом 202 метра сейчас прибавил. Что с приземлением? На две ноги, на две ноги. Это не вполне телемарк. Но, вы видите, судей все-таки по старой памяти Янны поставили высоко. Но здесь опять-таки, здесь все прекрасно понимают, и судьи в том числе, что приземление в глубокий телемарк не может быть. Просто-напросто это даже и опасно. Удар очень сильный при приземлении. Якуб Янда, последний из стартующих в первые попытки. В десятку сильнейших на полетном чемпионате он попал. Ничего впечатляющего не показывал в эти дни на тренировках. Так себе скорость могла бы быть и лучше. Но, вы видите, даже вот этот супер риск. И снова бросок в стиле камикадзе. Между носками лыж. Не приносит нужного. Вася Байтс дома наконец-то добрался. Словенский специалист. Соавтор успехов Якуба Яндры. Причина его восхождения. Надо, надо набирать очки. Это главная задача для Якуба. Если бы дважды, допустим, выиграл бы Яна Ахонан или попал бы в призы. Один раз на первую строчку, второй раз на вторую. А Янда дважды не попал бы в финальную стадию. Вот вы видите, как он пошел агрессивничать все-таки. Но начал терять опору. Отчаянная борьба за то, чтобы выстоять. Ведь скорость страшная. Чуть-чуть бы и не попал бы в следующую попытку. И получил бы баранку сегодня кубковую. А так есть шанс, что во второй попытке. Правда, просто после такой пляски святого вида в воздухе. Не знаю, способен ли он прибавить. Ну что ж. Руморен, заявив о своих амбициях еще великолепной попыткой во время тренировки. Точно такой же уровень показал и в первой официальной попытке. И выиграл. Первую часть состязаний с хорошим настроением идет. Возможно, к повторению своего прошлогоднего успеха. Ну а что касается российских спортсменов, то вы видите, что Денис Корнилов замкнув двадцатку сильнейших, должен себе поставить твердую четверочку. И Дмитрий Васильев тоже в финале. Хотя в опасной зоне находился. И конкуренция здесь была очень жесткой. Те, на кого мы рассчитывали, те и попали далее. Ну а Дмитрий Ипатов у нас более уверенно выглядит даже на 90-95 метровых трамплинах. Здесь же, на гигантском трамплине, еще огромный резерв, который, надеемся, будет задействован после следующего межсезонья. Весьма и весьма прогрессирующий спортсмен. Потомственный спортсмен-магаданец. Ну что ж, примерно 15 минут отдыха. Некоторые зрители покинули трибуны, чтобы вернуться на них вновь. Надеемся, что вы тоже соберетесь у экранов.